В Люберцах продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Защититься от опасной инфекции можно в 8 стационарных и 9 мобильных прививочных пунктах. В округе проходит большая работа и по информированию населения о вакцинации. Жителям рассказывают о порядке проведения процедуры и высокой эффективности препарата. Ответы на часто задаваемые вопросы. В сюжете Луиза Егезарян. Можно ли делать прививку от COVID-19 людям, страдающим хроническими заболеваниями? Этот вопрос входит в число самых распространенных и важных. По словам медиков, вакцинация недопустима только при обострении недуга. Во время ремиссии укол делать можно, но только с разрешения лечащего врача. Если говорить о имеющих противопоказаниях, то на самом деле их крайне мало. Даже по нашему опыту мы можем сказать, что людей, имеющих противопоказания к вакцинации, практически нет. Жительница Люберец Татьяна Федорова яркий тому пример. У женщины хроническая почечная недостаточность. Лечащий врач не просто разрешил ей делать прививку, а настоятельно рекомендовал. По возрасту и по состоянию здоровья она в зоне риска. Она сказала, оцените риски. Что будет, если вы заразитесь, и как это повлияет на ваш организм. И решайте сами. Вот я решила сама, что надо вакцинацию сделать обязательно. Беременным и кормящим женщинам, а также пациентам младше 18 лет в прививке точно откажут. В списке медицинских противопоказаний тяжелые аллергические реакции, острая фаза инфекционных и неинфекционных заболеваний. Врачи предупреждают и о возможных незначительных побочных эффектах после вакцинации. Это небольшое покраснение в месте введения. Может быть, как общая реакция. Это повышение температуры тела. Общая может быть слабость. В течение трех дней это допустимо. Повышение температуры тела в течение трех дней допустимо. Это проходит самостоятельно, без лечения. Если более держится температура, то тогда необходимо обратиться к доктору. Но у нас таких случаев не было, потому что вакцина реально переносится очень легко. Эффективность препарата тоже исследована и доказана. Она составляет более 91%. Это один из самых высоких показателей в мире. Мы имеем множество примеров, когда нам приезжают иностранцы именно для того, чтобы вакцинироваться. Потому что вакцина не везде имеет такую же доступность, как у нас далеко не во всех странах мира. Поэтому хотелось бы еще раз призвать наших жителей воспользоваться шансом получить иммунитет к этому серьезному инвалидизирующему заболеванию. Сделать это можно до 1 июня текущего года. В настоящее время в городском округе Люберца вакцинировано более 13 тысяч человек. А для выработки коллективного иммунитета необходимо привить в 10 раз больше. Врачи уверяют, прививочных пунктов и запасов вакцины в округе достаточно. Остается только принять решение. Луиза Аеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.